Друзья, всем привет! С вами Станислав, интернет-магазин PhilTime.com.ua Сегодня на обзоре у нас уникальная редкая лимитка от микро-бренда Spinnaker, модель Croft. Всего 1000 экземпляров в мире. И я очень рад, что эти часы попали ко мне на обзор. Я их могу показать вам, потому что, насколько я понял, вот такие лимитки Spinnaker достаточно быстро продает на своем официальном сайте. И не всем дилерам часы вот такого плана перепадают. Но перед тем, как я начну, как обычно предлагаю подписаться на канал. Для этого кликаем на иконочку здесь. Так вы всегда в курсе выхода новых роликов и помогаете мне в развитии канала. Обычно я не акцентирую внимание на коробочках, но так как у нас лимитка и коробка не базовая, я сделаю небольшую распаковку. Значит, здесь сразу бросается в глаза, что вот эта белая картоночка. Здесь указан механизм, скелетон и, в общем-то, у нас как раз-таки механический скелетон. Также здесь сбоку номер модели и номер конкретно наших часов. Это 795 модель из 1000. Очень приятная сбитая коробка. Здесь форма для Spinnaker классическая. Но единственное, немножко другая расцветка. Мне кажется, на камеру немножечко искажается цвет верхней части. Так как я в реале вижу такой серо-синий цвет и нижняя подложка черного цвета. Очень приятно тактильно. Такая сбитая классная коробочка. И внутри вы найдете буклетик, которых в базовых моделях нет. Здесь гарантийная карточка. Здесь снова же номер модели сертификат. И здесь инструкция, которых, опять же, в базовых часах вы не найдете. И, конечно же, сама модель. Давайте с ней знакомиться. Часы в ретро-стиле, свойственном для бренда Spinnaker. В общем-то, в плане стилистики Spinnaker себя нашли. Это как раз-таки повседневные дайверы, но с нотками винтажа. Небольшой, очень аккуратный корпус из нержавеющей стали. Здесь черное PVD-покрытие и такой матовый безель коричневого цвета. Сатинирование по бокам и зеркальная полировка, полосочка на стыке верхней и боковой поверхности. Отделка в часах на очень хорошем и достойном уровне. Гладкий и хорошо обработанный безель на 120 кликов. Четкие, уверенные щелчки. И никакого люфта здесь нет. Давайте снимем размеры. 40 миллиметров показывает по безелю. От пушка до пушка. Здесь 47 миллиметров. Достаточно пухлые часы. 14 миллиметров. Вообще заявлено 14,7 производителем. Ну, в принципе, инструментом я действительно на какие-то доли могу ошибиться. И 82 грамма вес. Можно сказать, часы практически невесомые. Ремешок из натуральной кожи, черного цвета. Здесь также внутри подписано, что это water resistant leather. Влагоотталкивающая кожа. Что очень кстати, учитывая водозащиту модели. 150 метров. И здесь есть тиснение бренда Spinnaker. Два фиксатора для регулировки. И классическая, очень аккуратная застежка. Хороший ремешок, мне нравится. Задняя крышка часов прозрачная. Здесь не самый популярный механизм. Это Seiko NH70. 41 час запас хода. Есть стоп-секунда. Есть ручной завод. У него 24 камня. Это указано на кастомном роторе. Который Spinnaker самостоятельно изготавливает для этого механизма. И, если я не ошибаюсь, 21 600 полуколебаний в час. Для тех, кому это интересно. Также, на задней крышке можно найти по окружности гравировку некоторых характеристик. И, снова же, лимитированный номер этой модели. Что касается прозрачной задней крышки. Мне бы хотелось, конечно же, видеть у Spinnaker какие-то гравировки. Потому что, ну, вы можете видеть, что базовая отделка механизма, она очень грубая. Поэтому, особо смотреть здесь не на что. Что касаемо других характеристик, то здесь водозащита на уровне 150 метров. Головка завинчивается для лучшей герметичности корпуса. Здесь сапфировое куполовидное такое стекло с антибликовым покрытием. Антиблик очень неплохо отрабатывает. Читаемость часов хорошая. И здесь швейцарская суперруминова на стрелках, метках часов и на безеле. Достаточно долго и ярко светит. Немножко позже я вам это покажу. Ну и самое время как раз-таки рассмотреть фишку этих часов. Это скелетонированный циферблат. Ну и здесь обработка, конечно, уже в разы лучше, чем на задней части механизма. Здесь такой очень приятный винтаж. Несколько уровней циферблата. Здесь помимо сапфирового стекла есть еще стекло, которое первым слоем закрывает механизм. И на этом стекле как раз-таки некоторые характеристики. Есть нанесено лого Spinnaker и нанесены с 5-минутным интервалом минутные метки арабские. 5-10 минут и так далее. На втором уровне уже идет такое кольцо синеватого цвета, на котором limited edition подпись. И дальше по окружности еще один уровень. Он будто завинчен в предыдущий синий уровень. Вот эта черная подложка уже с детальной поминутной разметкой. Поэтому циферблат здесь, конечно же, такой достаточно сложный и проработанный. Ну а вот так модель смотрится на моем запястье 18 сантиметров обхвате. Четко от ушка до ушка. Нигде ничего не вылазит. Я не стал застегивать, чтобы лишний раз ремешок не растягивать. Мне очень нравится, как часы смотрятся на моей руке. По итогу хочу сказать, что это прекрасные часы, классный дизайн. Мне очень понравился циферблат. Мне очень нравится, что эти часы винтажной стилистики. Это очень идет часам спиннакер, это их выделяет. И лично я эти часы вряд ли с чем-то спутаю. Здесь классная отделка корпуса. Здесь взрослые характеристики и приятный бонус 1000 часов в мире. Поэтому, если вам стилистика нравится, смело берите. Я думаю, вы как минимум останетесь довольны качеством. Потому что многие, кто берут спиннакер или те же Фойбос, отмечают, что часы явно дороже, чем стоят на самом деле. Я напомню, что у нас только оригинальные часы с гарантией 2 года. Ссылку для приобретения этой модели оставляю в описании к этому ролику. Еще раз предлагаю подписаться на канал. Теперь кликаем на иконочку где-то здесь. Ну а на этом заканчиваю. Надеюсь, обзор был полезный. Если это так, ставим пальцы вверх. С вами, как всегда, был Станислав. Всем хорошего дня. Пока.